И всем здравствуйте! Сегодня расскажу, как обезвредить вирус на вашем сайте, как его найти, какие у него есть приметы. И давайте обо всем по порядку. Допустим, я администратор сайта, и мой сайт заражен. Ну, как вы видите, визуально понять, что на нем вирус нельзя. Вот он создан недавно, сайт, работает быстро, никаких проблем нету. Статья открывается, все работает. Но вирусы на нем есть. Давайте перейдем. В хостинг. Я пользуюсь machost, если вы хотите, можете перейти по ссылочке, тоже начать пользоваться. Но давайте обо всем по порядку. Вот, допустим, хостинг. Давайте сначала экспортируем весь сайт для анализа. Нажимаем вот сюда. Создать архив. Жать. И создадим папочку, например, app. ПП. И сюда, сюда. Все, пошло создание. Но учтите, как вы можете видеть, у меня быстро создалось. У вас может оно занять какое-то количество времени. Почему? У вас может быть большой сайт. Если у вас лендинг на одну страницу, он быстро загрузится. Если у вас большой сайт, ну, извините, вам придется небольшое время подождать, чтобы избавиться от вирусов. Теперь переходим вот сюда, на iBolid. Скачиваем версию для Windows. Вот сюда нажмете. Нажать скачать. Перейдете вот сюда. Спуститесь. Нажмете вот сюда скачать. Я это сделаю на своем сайте, для удобства, если не забуду. Все, вы скачали. Я это все скачал предварительно. У меня здесь скачен, вот он у меня, видите. Уже я его скачивал. Также, давайте я расскажу, пока вот сюда перейду. Смотрите. У вас он скачался. Вот он у вас здесь будет. Вы вот сюда скачали этот файлик. Сейчас я его скачаю. Так, скачать. Пошло скачивание. Очень быстро скачивается. Потому что в RAR или в ZIP архиве они хорошо скачиваются. И переходим к нашему вот сюда. Вы видите, он скачался. Идем на диск C. Создаем папочку. Вот с английским названием. Можете как у меня создать с названием. Или с каким-то другим названием. Почему? Потому что при анализе вашего сайта не должно быть русских букв на пути. Вообще. Как вы можете видеть, одни английские буквы. Здесь также английские буквы. Теперь смотрите. Вам нужно будет создать еще вот такую папочку. У вас ее здесь не будет. У вас только вот эта папочка будет. Вот эта вот только папочка будет. Но ее можно сейчас удалить. Но я ее не стану удалять. Так, вот у вас будет папочка. Открывайте. Разархивируйте. И сюда открывайте. Ваш сайт. Вот он весь. Весь сайт. Давайте начнем анализ. Запускаем. Критический режим анализа. Что здесь происходит? Давайте расскажу. Идет полный анализ всех файлов. PHP. Картинки. Все-все-все форматы файлов идут на проверку. Видите? Все пути сейчас проверяются. Подозрительные файлы. Подозрительные скрипты ищатся. Keylogger. Большое количество тире. Все сейчас будет искаться. Также пробелы. Двойные расширения. Первое-второе расширение. Скрытые расширения. Все он это ищет. Тем самым. И очень полезное. Все сейчас идет. Анализ в режиме BAT файла. Все записано. Кстати, пока идет этот анализ. Можно посмотреть его настройки. Давайте покажу. Также вам нужно будет скачать. Вот эту программку. Notepad++. И вот как он работает. Смотрите. Очень просто. Вот такой вот кодик запускается. И который идет вот сюда. Вот так вот. Ну пока давайте идет анализ. Я немножечко отойду от темы. И перейду сюда. Вот этот у меня файл заражен. Вот эта страница сайта у меня заражена вирусом. Давайте ее проверим. Нажимаем проверить. Идет проверка. Сразу. Видите. Выдало. Вот. Как вы можете видеть. Выдало подозрение. Давайте проверим. Опа. А не открывается. Видите. Выдает ошибку. Любого администратора сайта это должно насторожить. Почему это на моем сайте какие-то ссылочки. И они не открываются. Обязательно. Запомните. Возьмите на ус. Также. Скорость сайта вы здесь можете проверить. Если у вас нет вируса. Чисто скорость проверяйте. А теперь. Давайте перейдем к нашей консольке. Почти загрузилась. Ну. Я этого не буду перематывать. Вы можете перемотать ролик если хотите. Но. Я пока немного могу поразмышлять. Если вы мне разрешите конечно. В таком формате. Как вы можете видеть. Оно. Вот. Вот так вот все. Расписано. Вам скорее всего ни черта не понятно будет. Но. Оно в процентах все показано. Не спешите. Самое главное. Что даже вам не нужен интернет для нее. Вот. Она без интернета работает. То есть. Вам только нужен доступ к данной программе. И ваш сайт. И она все сделает. Анализ довольно быстрый. Но. Если у вас сайт большой. Может занимать. Ну. 10. 15 минут. В зависимости какой сайт. У меня закончилось. Нажимаем enter. Нажал. Давайте откроем теперь папочку. В которой лежит сайт мой. Так. Идем сюда. Диск. Ц. Открываем вот эту папочку. Открываем вот эту. И создал. Вот это отчет. Открываем ее. Так. Смотрим. Смотрите. Так. Опа. На. А вот наш вирус. Смотрите. Сразу нашел. А почему? Помните я говорю. Весь путь должен состоять. Из английских букв. А у вируса могут быть не русские буквы. То есть. Не английские. А русские буквы. Что произойдет? Кириллица. Ромбики. С вопросиками. Давайте покажу где он находится. Так. Спускаемся. А вот он вирус наш. Смотрите. Давайте откроем его. Открыть нажимаем. Ой. А вот он сайт наш зараженный. Мобильная версия это была. Заражена. Что мы делаем? Смотрите. Редактировать. Посмотрим. Где же наш вирусный код? Давайте посмотрим. Так. А вот он. Видите? Вот он вирусный код. Вот он спрятанный. Видите? Вот он родимый. Вот он. Вот это вирусный код. Но. Раз это для мобильной версии здесь написано. Смотрите. Можно удалить его полностью. Сохранить. И удалить. Сайта. Дальше. Что нужно делать? Перезагрузить плагин. Удалить плагин. Который отвечает за мобильную версию. И заново скачать. Тем самым вы обновите страницу сайта. И удалите вредоносный код. Который внедрен был в сайт. Желательно использовать. Для мобильной версии. Другую. Программу. Расширение. Но. Некоторые вы использовали. Чтобы не было повторного заражения. Давайте дальше посмотрим. Где у нас еще может быть вредоносный код. Так. А вот он сразу показывает. Смотрите. Вот вообще. Даже не телится. Смотрите. Вот он наш вредоносный код. Давайте откроем его на компьютере. Покажу как. Как на компьютере открывать его. Так. Открываем. Кстати обязательно. Notepad++ у вас должен быть. Как я говорил. И смотрите. Где же у нас вредоносный код. Смотрим. Так все отлично. Все. Все теги стоят на месте. Видите. Все запятые. Все. Закрывающие. Открывающие теги. Все в порядке. Точечки. Видите. А что то у нас тут подозрительно. Да. Скажете. Ну. Давайте выключим все. А. Ничего не понятно. Да. А вы. Включайте вот эту обязательно. Вот эту. Видите. Включите обязательно. Обязательно включите вот эту. Вот эту включите. Обязательно. Так же включите вот эту. Да. Нажимаем. И смотрите. Что мы видим. Обращайте внимание на вот эти точки. Они вам помогут. Смотрите. Как то странно. И ведем. Скроллер внизу. Едем. 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 Опа. А вот он наш вредоносный код. Как мы можем видеть. Смотрите. Раз. И пошел. Вот он. Ключ этот. Вредоносный. Который. Вредит нашему сайту. И вот он где только закрылся. Все пробелы в точках. Тем самым. Легко обнаружить вредоносный код. Который прячется за пределами. Самого. Самого. Самого кода сайта. Как с таким нужно бороться. Смотрите. Сделаем. Enter. Теперь. Выделяем все до низа. Вот так. Раз. Так. Возвращаем. Опять выделяем. Удаляем. Enter. Все. Теперь все отлично. Также показываю еще раз. Выделили. Вот именно выделяете. У буквы вот этой. Спускайтесь вниз. Удалили. Enter. Нажали. Все. Также можно еще раз. Enter нажать. Для уверенности. Чтобы. Вот так. Еще раз. Enter. Нажимаете. Все. Проверили. Что нет ничего. Вернули. Все. Теперь смотрите. Скроллер должен быть уменьшен. Смотрите. Так. Ошибка. Ошибка. Ошибка вылазит. Все в порядке. Видите. Ошибки полезли. Потому что скроллер у вас остался. А. Вот это исчезло. Вы теперь знаете. Где у вас находится этот вредоносный код. И вы можете сделать вот таким образом. Смотрите. Название. Нашли. Идем на хостинг. Вот он. Сразу. Видите. Редактировать. Смотрите. Но смотрите. В чем отличие. Этого. От сайта. Здесь нету. Здесь. Нужно вот так сделать. У вас может быть скроллер. Здесь. Может быть. Не быть скроллера. Так же. Как я показал. Видите. Вот так вот. Удалить. Все. Сохранить. Вирусы. Удалены. Здесь. Дальше. Теперь. Идем. Это. Закрываем. Идем дальше. Смотрите. Вот это. Теги. Из-за того. Что стоит максимальная проверка сайта. Он. Безопасные теги. Которые есть на сайте. Он их еще раз проверяет. И может выдавать. Как опасные. Почему это происходит. Они в публичном доступе. Ну. Типа. Типа. Написано. То. Что. Смотри. Обрати внимание. Дружище. Проверь. Мало ли. Вирус. Вдруг внедрен. Вот в таком варианте. Это сделано. Также. Вот это. Вот. Обязательно. Сюда. Обращайте внимание. Но. Здесь. Он ругается. На вот эту скобочку. То. Что она вот так поставлена. Немного неправильно. Ну. Как неправильно. Она правильно поставлена. Но переменная есть. То есть. Все правильно сделано. Но. У вирусов. Может быть такое. Просто. Он говорит. Обрати внимание. Проверь. Также. Отличие. Вируса. От невируса. Запомните. Самое главное. Вирусе. Может быть. Вот такая. Кириллица. Непонятная. Символы. Короче. Вот. Вряд написано. Никаких переменных. Нету. Вирусе. В основном. Ну. Вот. Смотрите. Тут есть. Вот. Регулярное выражение. Переменные. Есть. Вот. А вот это. Пропущенные. Которые не были проверены. Понимаете. Это пропущенные. Ну. Что сказать. 10 из 10. Два вируса. Которых я спрятал на сайте. Были успешно удалены. Что сказать. Отличная работа. Плюс. Даже. Показывает. Файлы. Которые без вирусов. Но. Обратите внимание. Мало ли. Это вирусы. То есть. Если вы будете работать с данным решением. Вы уже будете понимать. Где вирусы. Где не вирусы. Ну. Лучше показывать все. Чем ничего. Понимаете. В чем. Прикол. Ну. В целом. Я вам рассказал все. Больше я вам не могу рассказать ничего. Только. Осталось. Одну. Сказать. Маленькую вещь. Если вы будете. Вот это делать. Не. Не раскрывайте. Вот эту информацию. Вот эту. Она может быть использована. Против вашего сайта. Нигде не раскрывайте. Но. Если вы хотите. Если вам что-то будет непонятно. Вы можете обратиться ко мне. Я вам могу помочь. Там. Объясню. Если вы что. Что-то вам было непонятно. Если у вас сайт зараженный. Могу объяснить. Где у вас может быть проблема. Ну. Проконсультировать вас. Мало ли. Если вы захотите. Также. Если у вас есть вопросы. Пишите под роликом. Также. Пишите на моем сайте. Или на мою страницу ВК. На нее ссылочка есть на моем сайте. Также. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. Мне было очень приятно. Делать данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И всем до свидания. Пока.